Доброго времени суток, наемники! Еще с первых демонстраций киберпанка мы с вами могли наблюдать достаточно детально сделанную оружейную Wii. Внутри апартаментов главного героя в отдельной комнате располагается множество пустых слотов под оружие. При этом многие могли подумать, что это очередная нероделанная фишка игры. Но нет, каждый из вас может вот так заполнить свою оружейную. И сегодня я расскажу, как это сделать. Многие игравшие в курсе о встречающемся игроку к культовом оружии. Это уникальные образцы вооружения, обладающие персональными свойствами, скинами и существующие по сути в единственном экземпляре. Но из всего многообразия культового оружия, для заполнения оружейной нам понадобится всего лишь 19 образцов. И разделим мы их следующим образом, по мере возрастания спойлер психоза. Сначала расскажу вам о пушках из открытого мира, потом об оружии из дополнительных заданий. И в самом конце мы затронем основную сюжетную линию. Поехали! Все пушки из открытого мира вы сможете найти на вот таких черепах, означающих организованную преступность. На каждом из таких заданий вам нужно добраться до главаря, или же мини-босса локации, у которого и будет именно чертеж культового оружия. Изначально они будут создаваться в разных качествах, но знаете что? Все перечисленное далее оружие можно довести до легендарного уровня. Первой пушкой становится пистолет-пулемет бензопила, выполненный в сочетании серых и желтых цветов. На одной из сторон оружия написано его название, а отличительным свойством стала увеличенная бронепробиваемость. Найти этот замечательный ганн вы можете в северной части Нордсайта. Требуется лишь зачистить парковку с не очень сильными бандитами. После получения бензопилы не спешите покидать локацию. Совсем рядом появится еще один значок организованной преступности. На этот раз мы охотимся за винтовкой Псалом 10.6, своим названием отсылающей нас к 6 стиху 10 Псалома из Библии. Такое имя винтовка получила благодаря своему высокому шансу пожечь врага. Сам скин мне не особо понравился, хотя это крайне субъективно. Добавляем ее в коллекцию и двигаемся дальше. На юге Пасифики расположилась банда достаточно опасных ребят, у которых можно получить чертеж стурмовой винтовки Малон Лабе. Данный агрегат обладает повышенной скорострельностью, а также шансом на расчленение врага. Внешний вид мне прям зашел. Очень эстетично и пафосно. Следующий ствол наполнен духом коммунизма. Однозарядный, пробивной, ваншотящий электромагнитный револьвер советского производства. Молот товарища находится в центре Ароя. Пушка реально офигенная, обладает очень крутой внешностью и просто заставляет вспомнить волшебные времена Советского Союза. Кхм, двигаемся дальше. Умный пистолет и не лун, стреляющий самонаводящимися пулями, а также обладающий дополнительным шансом вызвать электрический урон. Особенно эффективен против роботизированных соперников. Отличается сдержанной и строгой внешностью. Находится в юго-западной части Хейвуда. И не забудьте, что для его полноценной работы вам понадобится кистевой имплант со свойством смарт-линг. Уникальный дробовик Палач находится в восточной части Норд-Оук. Вам придется разгромить небольшое частное предприятие, незаконно занимающее чужую площадь. В конце ВИС столкнется с огромным роботом Мелитека, с которого и выпадет чертеж дробовика. Это уникальный образец вооружения, обладающий свойством одновременного выстрела сразу несколькими патронами. Так что даже слепой сможет вести вполне себе эффективный огонь. Да, есть некоторые штрафы, но всем на них пофигу. Фан от его использования прикрывает все минусы. Не отходя от кассы, упомяну родного брата Палача, Монарха. Это двуствольное ружье, обладающее ускоренной перезарядкой, а также способностью одновременного выстрела при использовании режима прицеливания. Также нельзя не упомянуть ее архаичный внешний вид, столь непривычный для глаз жителей Найт-Сити. Найти это оружие можно на юго-западной части Джапантауна. Последнее оружие из открытого мира. Необычная электромагнитная винтовка Прорыв. Находится в южной части Санта-Доминго. Особенное свойство винтовки заключается в высокой пробивной способности стен и других препятствий, а также в несвойственных электромагнитному оружию о рикошетах. Мы уже заполнили целый стенд. Посмотрите на эту красоту. Правда, почему-то у прорыва не отображается прицел, хотя для него даже место есть, но все равно выглядит офигенно. И сейчас мы приходим к оружию, получаемому через дополнительные квесты. Тут уже могут быть спойлеры, так что всем незнакомым с историей киберпанка советую закрывать видео, само собой поставив лайк и написав комментарий. Все дальнейшее оружие будем находить уже в готовом виде, то есть крафтить ничего не нужно. Поехали. Помните этот уникальный пистолет с собственным интеллектом? Для него тоже нашлось место на стенде Ви. Поэтому направляйтесь на эту точку в юго-восточной части Хэйвуда и забирайте скиппи. По-настоящему уникальное оружие, которое без гайдов не очень легко найти. В своем основном прохождении я, например, его так и не встретил. Главное в ходе квеста оставить пистолет себе или же воспользоваться дюпом. Само оружие имеет целых два режима стрельбы. Офигенно наводится на цель и периодически заставляет вас широко улыбаться. При этом еще одной уникальной фишкой стал автолевелинг пистолета. То есть скиппи – единственное оружие в игре, автоматически повышающее свой уровень вместе с игроком. Пушка реально крутая и смотреться в коллекции Ви она будет просто шикарно. Идем дальше. Снайперская винтовка по нам надзору, которую нападали главному герою во время выполнения в ее сюжетной линии. После завершения задания мейнквеста «Пассажир» ждите звонок от нее, после чего соглашаетесь помочь. Далее без каких-либо проблем получите винтовку. Само оружие, кстати, мне очень понравилось. Оно имеет лишний патрон боезапасе, обладает ускоренной перезарядкой, а также оснащается стоком-глушителем. От выстрелов в упор с ухом врага он, конечно, не спасает, но при введении огня на дистанции найти вас будет непросто. Ну и внешний вид никак не позволит забыть о первоначальном владельце винтовки. Классный персонаж с классной пушкой, которая однозначно заслужила место в нашей коллекции. Для получения еще одной культовой пушки вы должны пройти сюжетную линию всем полюбившейся еще до выхода игры Джуди Альварес. Старайтесь не косячить и сохранить с Джуди дружеские или романтические отношения. Тогда, после завершения последнего квеста, при френдзоне отправляйтесь к ней в квартиру, где и сможете найти культый дробовик Шельма. В случае романа пушка появится лишь после сообщения о Джуди с упоминанием некого сюрприза. Сам дробовик обладает крутым скином, выполненным в стиле банды Шельм, а также свойством меньшего разброса при прицеливании. Еще он вроде как повышает реакцию, увеличивая соответствующие ей характеристики. В целом Шельма, на мой взгляд, офигенно вписывается в коллекцию, напоминая игроку о том, что любви без правильного пола не бывает. Мой любимый револьвер Крэш, который игрок получает после выполнения сюжетной линии Ривера Уорда. Просто формите репутацию и ждите звонка от Элизабет Пиралис, после чего начнется квест. В ходе нескольких побочных заданий вы познакомитесь с детективом Ривером, а в конце своего сторилайна он подарит вам собственный револьвер Крэш. Это оружие обладает автоматическим режимом стрельбы, сниженной отдачей и разбросом, хоть и за все это платит слегка пониженной скорострельностью, а его внешний вид просто покорил мое сердце. Однозначно мой личный фаворит среди всех пушек вооружейный. Личный пистолет Джонни Сильверхэнда, Малориан Армс 3-5-1-6. Уникальное оружие, принадлежавшее некогда известному рокеру и выполненное на заказ. Пистолет имеет внушительный урон, способен пробивать стены в режиме прицеливания, а также может похвастаться уникальной атакой в ближнем бою. Внешнее оружие также сильно выделяется, ярко говоря о своем происхождении с прошлого для Ви и будущего для нас. Получить его можно в серии дополнительных заданий, которые дает Энграма Джонни. Цепочка квестов начнется после одного из разговоров с Сильверхэндом. Будьте особенно внимательны при столкновении с Грейсоном, там и будет пистолет. Для пушки в тайнике Ви имеется отдельное место, которого она целиком и полностью заслуживает, ведь вместе с Джонни главный герой прошел долгий и тернистый путь. И сразу после личного пистолета Сильверхэнда расскажу про Архангела, револьвер Керри Евродина. Последний концерт самурая закончится душевным диалогом с близким другом Джонни, в ходе которого герой получит этот офигенно выглядящий револьвер. Из свойств он выделяется электрическим уроном и низкой отдачей. Отличная память об отличном концерте, которое будет ярко дополнять нашу оружейную коллекцию. Дорогие друзья, мы добрались до предметов, получаемых в ходе основного сюжета. Здесь будут конкретные спойлеры основного квеста, так что очень прошу вас быть предельно аккуратными. Начнем мы собирать оружие с миссии по краже биочипа. Сразу после неожиданной смерти Тибак направляйтесь к Кави, на котором прибыл Сабура Арасака. Разобравшись с охранниками, внутри транспорта вы обнаружите личную катану самого императора Сатори. Данному оружию немало лет, но менее смертоносным оно от этого не стало. Особенность этой катаны заключается во множителе урона от критов, при изначально немного сниженном базовом дамаге. Само имя Сатори с японского имеет несколько переводов, но основным из них является просветление. Личное оружие императора, самого влиятельного в мире клана, однозначно заслуживается у места вооружейной Ви. Знаменитые пистолеты Джеки Уэллса, Лая Чингона Дорадо, в ходе прохождения достаточно легко пропустить. После смерти лучшего друга Ви нужно направить его тело к семье. После окончания пролога с нами свяжется мама Уэллс и попросит о встрече. Так начнется один из самых, на мой взгляд, грустных квестов. До встречи в посмертии. Просто закончите его и спустя сутки посетите пара Эль Койота Кохо. На алтаре будут находиться два культовых пистолета Джеки. В хранилище Ви располагается лишь один пистолет, поэтому никто не запрещает вам использовать второй и при этом увидеть полностью заполненную оружейную. Сами пистолеты выполнены в стиле Валентина, украшены золотыми элементами, имеют дополнительный слой для модификации, а также могут похвастаться ускоренной перезарядкой. Еще после пролога вы сможете получить пистолет Декстера Дэшона, план Б. Для этого лишь необходимо направиться в эту точку на карте и взять пушку с тела фиксера. Сам пистолет обладает необычной способностью, он использует деньги вместо патронов, что по сути делает его самым экономичным огнестрельным оружием в игре. Внешний пистолет отличается нанесенным на корпус инициалами Декстера. Ну, как мы знаем, горький опыт самый полезный, так что пускай Ви хранит план Б в своей оружейной, как напоминание об ошибках прошлого. Никогда впредь не вляпывается в такое дерьмо. Еще одну катану вы получите от личного телохранителя Ханака, Одэ Сандау. Один из самых сильных бойцов клана Арасака бросит вам вызов в ходе задания аудиенции. После победы Ви без каких-либо проблем может позаимствовать личное оружие телохранителя, катану Джин Сюмару. Оружие будто создано для сражений с превосходящими вас спасили врагами. Во время действия Корезникова, при последнем ударе в комбо и при ударе по врагам с двое большим количеством здоровья, чем у игрока, урон увеличивается в два раза. Катана отличается отсутствием каких-либо модификаций, а также сдержанным внешним видом, который подчеркивается надписью Арасака на клинке меча. И последнее оружие для завершения коллекции принадлежит самому Адаму Смэшеру. После завершения игры и битвы с легендарным наемником, вы получите его личный ключ. Далее вам нужно вернуться на борт корабля, на котором герой встретился с Грейсоном и получил личный пистолет Джонни. В второй части лодки вы найдете запертый контейнер Арасаки, открываемый с помощью ключа Адама. Там вы и найдете умный дробовик Ба Син Чун. Его особенность, грубо говоря, это гранатомет, работающий по принципу умного дробовика. Вы выпускаете такую смачную кучу взрывающейся дроби, которая находит противника и превращает его в кровавое месиво. Очень годный ган одного из самых известных наемников вселенной Киберпанка, которого смог победить Ви. Отличный трофей, завершающий нашу коллекцию. Эмоции после сбора всего арсенала действительно бьют по голове. Заходя в оружейную, вы видите не просто уникальные пушки. Рассматривая каждую из них, в вашей голове проносят воспоминания о друзьях, невероятных битвах и роковых ошибках. Это, конечно, не касается пушек из открытого мира, располагающихся на стенде справа. Они, скорее, просто приятно дополняют картину. Как мне кажется, каждый из игроков обязан заполнить всю оружейную ради этих эмоций. Это видео было сделано благодаря сейвам, которые игроки загружали в сеть, а также с помощью замечательной статьи на VTF Time. Ссылочки на все ресурсы вы найдете в описании. И для всех неравнодушных упомяну. Ролик и идеи не были слизаны с видео A Voice и других блогеров. Вот дата записи некоторых кусков геймплея для ролика. Просто я очень нерасторопный, вы это знаете. А не упускать наполовину готовый ролик из-за, по сути, схожей темы как-то странно. У меня и так контента кот наплакал. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился, так что обязательно дайте об этом знать с помощью лайка или дизлайка. А также оставленного комментария. Берегитесь мусорщиков, не покупайте паленые брейтанцы и просто чаще улыбайтесь. До скорой встречи в Найт-Сити.